Скверно думать об Аллахе тяжкий грех Если сказанное ранее ясно, то перейдем к великой основе, которая раскрывает суть вопроса Величайший из грехов пред Аллахом думать о нем дурное Думающий плохо об Аллахе думает о нем противоположное его святому совершенству и его именам и качествам Поэтому Всевышний Аллах пригрозил скверно думающих о нем тем, чем не грозил другим Как сказал Всевышний Аллах, много скверного обрушится на них Аллах разгневался на них, проклял их и уготовил им гиенну Как же скверно это место прибытия? Сура Победа, аят 6 И Всевышний Аллах сказал тем, кто отрицал одно из его качеств Эти ваши скверные предположения, которые вы делали о вашем Господе, погубили вас И вы оказались одними из потерпевших убыток Сура разъяснены, аят 23 И Всевышний Аллах сообщил, что пророк Ибрахим, мир ему, сказал своим соплеменникам Чему вы поклоняетесь? Неужели вы желаете иметь других богов помимо Аллаха, измышляя ложь? И что вы думаете о Господе миров? Сура, стоящий в ряд, аяты 85-87 То есть, как вы думаете, он воздаст вам, когда вы встретите его, после того, как вы поклонялись не ему? И что вы думаете о нем, что стали поклоняться другим наряду с ним? И какие у вас скверные мысли о его именах, качествах и господстве, что вы поклоняетесь не ему? Если бы вы думали о нем то, что надлежит думать о нем, что он все знает и все может Он не нуждается ни в ком и ни в чем, тогда как все сущее нуждается в нем Он поддерживает справедливость, и только он распоряжается своими творениями, и в этом у него нет никаких соучастников и сотоварищей Он знает все во всех подробностях, и ничего из относящегося к его творениям не укрывается от него Он один способен позаботиться о них, и не нуждается ни в каких помощниках Он милостивый по сущности своей, и в своей милости он не нуждается в том, кто старался бы умилостивить его Этим он отличается от земных царей и прочих предводителей, которые нуждаются в тех, кто докладывал бы им о положении и нуждах их паствы И в тех, кто помогал бы им удовлетворять эти нужды, и в тех, кто старался бы умилостивить их и обрести их благосклонность посредством ходатайства и заступничества Они не способны обойтись без посредников, поскольку нуждаются в помощи из-за собственной слабости и ограниченности своего знания Что же касается того, кто может все, ни в чем не нуждается, все знает, всемилостивого Милостивого, милость которого объемлет всякую вещь То ставить каких-либо посредников между ним и его творениями Значит лишать полноты его господства, божественность и единственность, и думать о нем скверное Невозможно, чтобы он предписал это своим рабам Это не может принять ни разум, ни изначальная естественная природа человека, фитра Для здравого разума нет ничего отвратительнее подобного предположения Разъяснить это можно следующим образом Поклоняющийся возвеличивает того, кому поклоняется и обожествляет его И при этом он покорен ему рабской покорностью Но только Всевышний Господь достоин совершенного возвеличивания, почитания, обожествления, беспрекословного подчинения и смирения Это его исключительное право и к наиболее отвратительным проявлениям несправедливости Относится предоставление этого права кому-то иному или приписывание ему сотоварищей в этом Особенно, когда тот, кого ему предают в сотоварищи, на самом деле является его рабом, принадлежащим ему Как сказал Всевышний Аллах, Он привел вам притчу о вас самих Есть ли среди невольников, которыми овладели ваши десницы, совладельцы того, чем мы наделили вас Которые имеют с вами одинаковые права на это, и которых вы опасаетесь так, как опасаетесь друг друга Сура Румы, аят 28 Вот как толкуется этот аят в одном из тавсиров Аллах привел вам пример о многобожнике, связанный с вами самими Есть ли у вас среди ваших рабов и рабынь такие, с которыми вы делите пропитание и считаете их равными вам в этом И при этом боитесь их в том, что касается деления имущества, так, как боитесь свободных партнеров Поистине вы никогда не согласились бы на это Так как же вы можете одобрять это, когда речь идет об Аллахе Ведь вы приписываете ему сотоварищей из числа его творений Таким образом мы разъясняем доводы и доказательства для обладателей здравого разума, приносящего им пользу Тафсир Муэссар Если вы не желаете, чтобы ваши невольники были вашими соучастниками в уделе То как же вы предаете мне сотоварищей из числа моих рабов в том, чем я владею и распоряжаюсь единолично Это божественность, которая присуща лишь мне и которая не приличествует никому иному И тот, кто утверждает обратное, не оценил меня по достоинству, не возвеличивает меня должным образом И не признает мою единственность в том, что присуще исключительно мне, но никак не моим творениям Не оценил Аллаха по достоинству тот, кто поклоняется кому-то или чему-то наряду с ним Как сказал Всевышний Аллах, о люди, приводится притча, послушайте же ее Поистине те, кому вы поклоняетесь помимо Аллаха, не сотворят и мухи, даже если они объединятся для этого Если же муха заберет у них что-нибудь, они не смогут отобрать у нее это Слаб тот, кто требует, и тот, от кого он требует Они не ценили Аллаха должным образом, а ведь Аллах всесильный, могущественный Сура Хадж, аяты 73-74 Вот как толкуется этот аят в одном из тавсиров О люди, вам приводится пример, внимайте же и размышляйте Поистине идолы и все те, кому вы поклоняетесь помимо Аллаха Не способны даже собравшись вместе сотворить и мухи Так что говорить о более важных творениях И они не могут забрать назад то, что муха забирает у них Так можно ли представить большее бессилие Оба они бессильны, и объект поклонения, стремящийся забрать назад то, что муха забрала у него И муха, так как же можно обожествлять этих идолов и объекты поклонения, когда они настолько слабы Тафсир Муясар Не ценит Всевышнего Аллаха по достоинству тот, кто поклоняется наряду с ним тому, кто не способен сотворить даже самое слабое и маленькое живое существо И если муха унесет у него что-то, то он не способен отобрать у нее это Всевышний Аллах сказал Не ценили они Аллаха должным образом, а ведь вся земля в день воскресения будет всего лишь пригоршней его А небеса будут свернуты его десницей Причист он и превыше того, что они приобщают к нему Сура толпы, аят шестьдесят седьмой Таково его положение и его величие Но не ценит его по достоинству тот, кто поклоняется наряду с ним тому, кто ничем подобным не обладает и кто предельно слаб и бессилен И не ценит по достоинству всесильного, могущественного тот, кто приобщает к нему не обладающих ни силой, ни величием сотоварищей И не ценит его по достоинству тот, кто говорит Аллах не направлял никаких посланников и не ниспосылал никакие писания И приписывает ему то, что неприличествует ему В частности то, что он якобы оставил свои творения без присмотра Бросил их на произвол судьбы и вообще сотворил их просто так, без всякой цели И не ценит Аллаха должным образом тот, кто отрицает его прекрасные имена и высочайшие качества И отрицает его слух и зрение, волю и выбор, возвышенность над творениями, его слова и то, что он говорит, с кем пожелает из своих творений И не ценит Аллаха должным образом тот, кто отрицает безграничность его могущества И то, что оно распространяется на деяния его рабов Будь то проявление покорности ему или грехи И выводит эти деяния из-под его могущества, воли и творения И утверждает, что сами люди творят для себя, какие пожелают деяния, вне зависимости от воли Господа И что таким образом в его царстве порой происходит то, чего он не желает И бывает, что он желает чего-то, а это не происходит Превыше Аллах того, что утверждают о нем люди, подобные магам-огнепоклонникам Не ценит Аллаха по достоинству тот, кто утверждает Поистине он карает раба своего за то, что делает не он, на что он не способен И на что он никак не влияет Мол, это действие самого Всевышнего Господа И он наказывает своего раба за свое же действие И это он, Всевышний, принуждает раба своего к совершению этого действия Это принуждение серьезнее того случая, когда одно творение принуждает к чему-то другое Ведь изначальная природа человека и его разум находят отвратительным, когда Господин заставляет своего раба сделать что-то Или вынуждает его к совершению данного действия, а потом наказывает его Так как же может справедливейший и милостивейший сначала принуждать раба своего к совершению какого-то действия таким образом Что тот не имеет отношения к садейному И это происходит не по его воле и даже не является его действием А потом наказывать его за это в вечности Поистине, Аллах превыше этого Эти слова отвратительнее, чем слова людей, уподобляющихся магам-огнепоклонникам Хотя представители обоих течений не ценят Аллаха по достоинству Также не ценит его по достоинству и тот, кто не отрицает его присутствие в скверне, в отхожем месте и в иных местах Упоминания в которых обычно избегают Они утверждают, что Аллах везде и не признают его вознесение над троном И то, что к нему возносится благое слово и праведное деяние Поднимаются и нисходят ангелы и дух И что он не спосылает веления с небес на землю А затем дела восходят к нему Обладатель таких убеждений отказывается признать возвышение Аллаха над троном Но при этом утверждает, что Аллах присутствует в местах В которых не только человек, но и животное отказалось бы находиться Всевышний Аллах сказал Ангелы и дух, Джибриль, восходят к нему в течение дня, равного пятидесяти тысячам лет Сура ступени, аят четвертый И Всевышний Аллах сказал Он управляет делами с неба до земли А затем они опять восходят к нему в течение дня Который продолжается тысячу лет, потому как вы считаете Сура земной поклон, аят пятый Не ценит Всевышнего по достоинству и тот, кто отрицает его любовь, милость, сострадание, довольство, гнев и ненависть И тот, кто отрицает его мудрость, то есть благие цели его действий И тот, кто отрицает его действия и не признает то, что он совершает некие действия по своему выбору Такой человек утверждает, что эти действия совершаются отдельно от него И отрицает его пришествие и его вознесение над троном И то, что он говорил с Мусой, мир ему, со стороны горы И то, что он придет в судный день, чтобы самому вершить суд над своими рабами И другие его деяния, которые эти люди отрицают Заявляя при этом, что таким образом как раз возвеличивают его должным образом Не ценит Господа по достоинству и тот, кто приписывает ему супругу и детей Или утверждает, что он воплотился в творениях Или заявляет, что все сущее и есть он Не ценит его по достоинству и тот, кто утверждает, что Аллах возвысил врагов его посланника Мир ему и благословения Аллаха и его семьи Даровал им благую славу и власть, правление и могущество И при этом принизил и опозорил приближенных его посланника Мир ему и благословения Аллаха и его семьи И обрек их на унижение, где бы они ни были Эти утверждения – прескверное очернение Господа, который превыше того, что утверждают о нем рафидиты А утверждения эти почерпнуты из утверждений иудеев и христиан О том, что Господь миров послал царя-притеснителя Который объявил себя пророком и возводил ложь на Господа В течение очень долгого времени он постоянно возводил на него ложь Утверждая, что Господь сказал то-то, повелел то-то и запретил то-то Отменяя своими утверждениями законы, принесенные его пророками и посланниками И лишая неприкосновенности жизни, имущества и семьи последователей пророков Утверждая, Аллах дозволил мне это И при этом Всевышний Господь даровал ему победу и поддерживал его Возвышал его и даровал ему могущество Отвечал на его мольбы и предавал в его руки тех, кто противоречил ему И подтверждал истинность утверждений этого царя словами, действиями и молчаливыми одобрениями И являл доказательство его правдивости Очевидно, что подобные утверждения предполагают величайшее очернение Всевышнего Господа И ставят под сомнение его знания, мудрость, милость и божественность Аллах превыше того, что утверждают о нем отрицающие истину Сравни же утверждения этих людей с утверждениями рафидитов И поймешь, насколько они похожи Не ценит Аллаха по достоинству и тот, кто допускает, что он может подвергнуть наказанию своих приближенных И тех, кто не ослушивался его и на мгновение ока и ввести их в огонь А своим врагам, которые не веровали в него, ни мгновение Позволит наслаждаться в обители блаженства, ибо для него оба действия равны Мол, от него пришло сообщение с противоположным смыслом И из-за этого сообщения мы и считаем, что он не поступает так А вовсе не из-за того, что этот образ действий не согласуется с его мудростью и справедливостью И это при том, что Всевышний Аллах в своей книге строжайшим образом порицает тех, кто считает подобные утверждения допустимыми И разъясняет, что это утверждение о нем относится к числу наисквернейших Не ценит Аллаха по достоинству и тот, кто утверждает, что Аллах не оживит мертвых И не воскресит тех, кто в могилах, и не соберет творение для дня, в которой вершивший благое будет вознагражден за свое благодеяние А вершивший скверное понесет наказание за свое злодеяние И притесненный сможет взыскать с притеснителя И терпеливо переносившие тяготы ради Аллаха в этом мире будут почтены И он разъяснит творением то, в чем они разногласили И даст понять неверующим, что они были лжецами Не оценил Аллаха должным образом тот, кто небрежно относится к его велениям, ослушиваясь их И к его запретам, нарушая их И к его праву, не соблюдая его И к его поминанию, оставляя его Его сердце предает Господа забвению И стремлению снискать его довольство Он предпочитает следование своим страстям А покорность творению важнее для него, чем покорность Всевышнему Аллаху этот человек посвящает излишки своего сердца, слов и действий А другие у него на первом месте, потому что для него они важнее Он беспечно относится к тому, что Аллах видит его и знает о нем все Хотя он распоряжается им и власть его распространяется на него Однако придает большое значение тому, что творения смотрят на него и знают о нем что-то И в сердце своем, и в действиях, совершаемых органами тела Он стыдится перед людьми, но не стыдится перед Аллахом Боится людей, но не боится Аллаха И ведет себя по отношению к творениям наилучшим образом А Аллаху оставляет все самое незначительное и ничтожное В служении объекту своей любви из числа людей Он очень усерден и чистосердечен Посвящая ему и сердце свое, и органы тела своего И жертвуя ради него многими своими благами А когда доходит до соблюдения прав Господа То он, если и делает это, то так, что даже творение, подобное ему самому Не удовольствовалось бы подобным служением И жертвует ради него лишь то из своего имущества Что ему стыдно было бы отдать творением Так оценил ли Аллах должным образом тот, кто подходит под это описание? Ценит ли Аллаха по достоинству тот, кто объявляет его врага Соучастником его в том, на что имеет право только он Почитании, возвеличивании, покорности, смирении, подчинении, страхе и надежде? Если бы даже он объявил его соучастником Наиболее приближенного к нему из его творений То это была бы дерзость и покушение на его исключительное право Попрание его и предавание ему сотоварищей в том Что не подобает и не приличествует никому кроме него Так что говорить о том, кто объявил его соучастником Самое ненавистное для него Самое ничтожное Самое нелюбимое для него из его творений Которое является его врагом Ведь поистине любое поклонение не Аллаху На самом деле обращается к шайтану Как сказал Всевышний Аллах Разве я не завещал вам, о сыне Адама Не поклоняться шайтану, который для вас явный враг А поклоняться мне Это прямой путь Сура Ясин, аяты 60-61 Когда многобожники стали поклоняться ангелам Под определенным предлогом То их поклонение в действительности было поклонением шайтану Хотя сами они считали, что поклоняются ангелам Как сказал Всевышний Аллах В тот день он соберет их всех А затем скажет ангелам Эти поклонялись вам Они скажут Пречист ты Ты наш покровитель, а не они Они поклонялись джиннам И большинство их веровало именно в них Сура Саба, аяты 40-41 Таким образом шайтан призывает многобожника поклоняться ему Убеждая его, что он ангел То же самое можно сказать и о тех, кто поклоняется солнцу, луне и другим планетам и звездам Утверждая, что они поклоняются духу этих планет И именно он обращается к ним и удовлетворяет их потребности Поэтому когда солнце встает Шайтан приближается к нему И неверующие совершают земной поклон солнцу А на самом деле получается, что этот земной поклон посвящен шайтану То же самое происходит во время захода солнца И те, кто поклоняется Аисе, мир ему, и его матери На самом деле поклоняются не им, а шайтану Такой человек утверждает, что поклоняется тем Кому Аллах велел поклоняться, одобрив это поклонение Но объектом поклонения в данном случае становится проклятый шайтан А не раб Аллаха и его посланник Обдумывая все это, поразмышляй и над словами Всевышнего Разве я не завещал вам, о сыне Адама, не поклоняться шайтану? Сура Ясин, аят 60 Кому бы или чему бы не поклонялся потомок Адама помимо Аллаха На самом деле он поклоняется шайтану Поклоняющийся использует объект поклонения для обретения желаемого А объект поклонения использует поклоняющегося Получая от него возвеличивание и предавание его Аллаху в качестве сотоварища А это предел угодного шайтану Поэтому Всевышний Аллах сказал В тот день он соберет их вместе О сонмище джиннов! Вы ввели в заблуждение многих людей Их помощники из числа людей скажут Господь наш Одни из нас пользовались другими И теперь, когда наша земная жизнь завершена Мы достигли нашего срока, который ты назначил нам Он скажет Огонь будет вашей обителью В которой вы пребудете вечно Кроме грешников, исповедовавших единобожие Которых Аллах пожелает Избавить от вечного пребывания там Поистине твой Господь, мудрый, знающий Сура Скотт, аят 128 Это лишь небольшое указание на причину По которой предавание Аллаху сотоварищей Самый тяжкий грех перед Аллахом Который Аллах не прощает без покаяния И который обрекает человека на вечные муки Причина запретности и отвратительности этого деяния Не только в том, что на него наложен запрет Совершенно невозможно, чтобы Всевышний Аллах Предписал своим рабам поклоняться другому божеству Невозможно и то, что противоречит его совершенным описаниям И величественным качествам Как же можно предполагать, что единственный Кому присуще господство, божественность и величие Разрешит предавать ему сотоварищей в этом И одобрит подобное Всевышний Аллах превыше этого